Вы знаете, у меня один из моих, наверное, любимых наших русских философов – это Петр Чаодаев. В свое время много читал все его письма. Вы знаете, у Чаодаева есть одна фраза. Я прочитаю. Чаодаев пишет. «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек может быть полезен своей стороне только в том случае, если он ясно видит ее. Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло. Что теперь мы должны, прежде всего, обязаны родине своей истиной. Я люблю мое Отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм лени, который приспосабливается к все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями, и которые, к сожалению, страдают теперь у нас многие дельные умы». Слова, написанные в 19 веке, а как они актуальны сегодня. Да, мы должны любить свою страну. Я люблю свою землю. Этот город, где я родился, где я вырос, я люблю его. Но любовь, это не означает, что мы пребываем в каких-то розовых иллюзиях, как пишет Чаадаев. Что мы ничего не видим, и желаемое принимаем за действительное, и поддаемся, и оказываемся вот в этом опасном ситуации квадратных волн, драгоценные. То, что мы с вами являемся верующими людьми, и, конечно, мы молимся за нашу землю, за нашу страну, это не означает, что мы оторваны от реальности, ничего не понимаем. А вот летяем в этом ветре, куда он подует, так не должно быть. Сегодня очень часто звучит у нас в стране, что мы такой великий народ, с вами народ богоносец, и такое ощущение, что мы должны просто всему миру показать, как нужно правильно жить, вот эту истину, и что мы несем свет, и что мы чуть ли не войны все света, наша страна. А боремся мы с сатанизмом каким-то, с тьмой, которая там где-то поднимается, там ужасы, ужасы, там нас пугают, там всякие ЛГБТ, родитель один, родитель два, мы думаем, о, чур меня, чур меня, папа, мама, вот, вот, как надо, папа, мама, мама, папа, папа, мама. А не эти ужасы, родитель один, родитель два, сатанизм, вот эти ощущения. И вы знаете, я с удивлением вижу, как многие поддались вот такому ветру, который мы такие особенные, призваны миру глаза открыть, войны, войны света. А давайте на реальность-то посмотрим, любя свою страну, но смотря на реальность. Я вот на прошлой неделе прочитал новость, она на разных каналах была. Вынесен приговор 34-летнему жителю Алтайского края, который убил свою жену и совершал насилие в отношении дочери. Мужчина поругался с бывшей супругой, три раза ударил ее поленом по голове, после на глазах 14-летней дочери задушил ее мать. Убийца сбросил тело в подвал, на следующий день закопал в надворной постройке, пригрозил дочери молчать. После того, как преступление было раскрыто, а мужчина задержан, было установлено, что на протяжении трех лет злоумышленник совершал насилие над родной дочерью. Просто такая новость, от которой волосы стоят дыбом. И, может быть, кто-то скажет, Виктор, Виктор, ну такое может хоть где быть? Такое может хоть где произойти? Я согласен, такое может быть хоть где. Но вы знаете, что в нашей стране до сих пор нет качественной и достоверной статистики по домашнему насилию, просто потому, что она не ведется. У нас нет такого в законодательстве состава преступлений, как домашнее насилие. Как вроде бы статьи нет и преступлений нет. Но это не так. И знаете, что интересно, что были проанализированы уголовные дела и выяснилось, что за последние два года, вот когда была пандемия, два года пандемии коронавируса, в России от домашнего насилия, то есть уголовные дела связаны с какими-то бытовыми ситуациями в семье. Так вот, погибло 2680 женщин. И это 70% всех убитых в России женщин за тот период. То есть большая часть их, еще интересно, были убиты партнерами, то есть мужьями, сожителями, вот так вот. То есть вы послушайте, для женщины собственная семья намного более опасное место, чем улица. То есть получается, дом для женщины наиболее опасное место и риск погибнуть от своих у нас выше, чем от преступления на улице. Вот они, папа-мама, мама-папа. Зато не родитель один, не родитель два, а свои молотят друг дружку, а? Это лучше разве? Четыре из пяти женщин в России, осужденных в последние годы за умышленное убийство, то есть которые убили, и сидят. Так они совершили четыре из пяти женщин, то есть это 80% защищались от домашнего насилия. То есть защищались от того, кто издевался над ними, измывался над ними. Вот такая картина. И за последние 10 лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в нашу Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. Несколько лет назад вообще у нас из заголовного кодекса удалили статью за побои, за семейное насилие, вели просто административную ответственность. Я читал, как у нас в нашей стране глава Совета по правам человека, он заявил, если мы сумеем побороть домашнее насилие, мы сократим преступность на 30%. Не нам гордиться и не нам нашу модель семьи предлагать всему миру. Понимаете? Не нам. Нам нужно разобраться со своими проблемами. Ты скажешь, ну насилие есть не только у нас, согласен. Но нам-то надо со своим разбираться. А иначе получается, мы тут всех научим. А как же ты, уча другого, себя самого не учишь, наставляя другого? А у тебя-то что происходит? А у тебя что происходит? У нас очень много в стране так называемых антирекордов. У нас одно из первых мест в мире по педофилии. То есть мы единственная страна, где чуть ли не половина из общего числа сексуальных преступлений совершается против детей. Против детей. Зато не родитель один, а родитель два. Свои же, как говорится. Каждая третья жертва изнасилования в нашей стране – это ребенок. Вот эта картина, понимаете? Вот это, чтобы там ветер пропаганды не дул. Вот что происходит-то у нас. У нас одно из ведущих мест. Я вот не буду, тут первое место. Ну может быть не первое даже. Ну там второе, третье. Ну одно из ведущих, это точно. По количеству абортов. Мы эту бездуховную Америку по абортам в восемь раз обогнали. У нас одно из ведущих мест по количеству разводов и рожденных вне брака детей. И причем одна из главных причин разводов, я думаю, вы не удивитесь, алкоголизм. У нас одно из ведущих мест в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции. У нас одно из ведущих мест в мире по продаже крепкого алкоголя. Мы первое место в Европе держим по числу умерших от пьянства и табакокурения. У нас первое место, одно из ведущих мест в мире по числу курящих детей. У нас одно из ведущих мест по числу сирот, брошенных детей и детей, оставшихся без попечения родителей. То есть у нас сейчас сирот в стране больше, чем было после Второй мировой войны. У нас первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. Вот такие картины. Кого учить? Вы извините, мы не тянем на армию света. Мы не тянем на тех, кто готов нести Бога во весь мир, не разобравшись с собой, не разобравшись со своей жизнью. Я не говорю, что в других странах проблем нет, но знаете, чья бы корова мычала. Мы должны со своими проблемами разбираться, со своими проблемами. Вот почему я часто привожу вот в молитве «Отче нас» знаменитые слова. «И не веди нас в искушение, но избави от лукавого». И вот там дословно звучит не «Лукавый», а «Избавь нас от лукавства». Потому что когда, здесь принципиальная разница, когда мы говорим об лукавом, то нам кажется, что я-то нормальный человек, со мной все хорошо. Но есть какой-то порошивый лукавый, который все время хочет причинить мне проблемы. «И с этим лукавым я должен сражаться, избави меня, Боже, от этого лукавого». А когда мы понимаем, что здесь речь о лукавстве, то это уже враг не вовне, а враг внутри меня. Я с собой должен разобраться, со своим злом, со своим лукавством. А когда человек, не разобравшись со своим лукавством, идет побеждать лукавого, это просто пародия получается. Пародия получается. Мы любим нашу страну, но, как писал Чаадаев, мы не можем любить с закрытыми глазами, с закрытыми ушами. Нужно перестать жить в этих иллюзиях. Перестать жить. Мы не тянем на армию света. Не тянем. Не тянем. У нас очень много говорится, и люди в это верят. Но это неправда. Это неправда. Какой бы там ветер ни дул, он лишь создает эти квадратные волны. Я был много раз и в США, и в Европе проповедовал. Поверьте, там никто нам не завидует. Я не видел людей, которые бы нам завидовали, и не видел людей, которые желали бы нам зла. Это не так. Это не так. Я брал пасторов, и они ездили. Не было там такого. Не было. Это говорится одно, но жизнь противоположна. Возникают эти квадратные волны. Когда люди гибнут в этой лжи, в этом лукавстве. Нужно быть мудрыми, иначе вот эта раздвоенная ситуация, когда ты видишь в обществе, периодически создается вот эта раздвоенная ситуация. Это очень опасная ситуация. И самое главное, дорогие, чтобы мы эту раздвоенность не приняли в себя. Продолжение следует... Продолжение следует...